сегодня когда решали по какой дороге ехать в ялту наши родственники которых мы останавливались в керчи сказали что они ездят редко сюда но знакомые говорят что много пробок затруднено движение мы проехали нормально проехали нормально до никаких таких пробок не было до никакого такого затрудненного движения мы не заметили не реверса ни одного в общем вполне нормально просто техники много ездит и конечно кое-где приходится ну снижать скорость пока не будет возможности обогнать принципе доехали мы нормально второе что хотела сказать строится такую проезжаем очень большую строящуюся мечеть мы вчера заезжали в пиццерию перекусить и на сдачу нам дали вот такую 100 рублевку крымскую такая 100 рублевка у нас в нашей семье была еще наверно где-то год назад а может даже побольше нам бабушка подарила да а здесь они свободны в обращении мы решили эту 100 рублевочку оставить себе на память и еще вчера когда мы были на горе на горе на горе на горе на царской горе на нет сначала на первом этом мы были фантикопеи на горе на горе мы были там ларечки такие для туристов с разными магнитиками ну как все бывают на смотровой площадке на крымский мост были такие ларечки продавали монеты которые стоили 50 рублей 10 рублевки с обратной стороны и крым вот такие наверное бы стоили для туристов мы сегодня уже пообсуждали что наверно 300 рублей бы они стоили в кафе нам дали их сами спокойно свободно как обычные денежки еще в эту же тему расскажу были два дня назад нет не расскажу эту тему не расскажу так ладно просто покажу покажет димушка а ты монетку хочешь свою показать но дети как обычно у нас дочка выбрала себе календарик с магнит с календарем а сынок выбрал себе вот такую монетку коллекционную монетку у нас есть небольшая коллекция в нашей семье монеток ничего такого особенного 200 рублей 200 рублей папиных 200 рублей стоят держи и 100 рублей у нас тоже суно взял ванна вот в такой коробочке да в которую уже сняли вот у нас еще есть такая из новых 200 рублей это первая наша денежка 200 рублей я смотрю что здесь они тоже свободно ходят в нашем городе хантамансийском автономном округе 200 рублей мне не попадали но мне уже попадалось несколько раз 2000 и банкомат выдал до три раза дважды в банке выдавали здесь я смотрю тоже сегодня вполне свободно рассчитывались новыми деньгами мы думали что возможно если новые денежки давать то еще будут какие-то сомнения но нет вообще никак не про реагирована взялась свободно потому что я думаю пока деньги новые я тоже у меня сомнения ну когда новые деньги появляются все равно как бы наверное их больше подделывают да мне так кажется мое мнение а вы можете написать в комментариях ходят ли у вас уже в обращении эти денежки или их еще разбирают как у нас вот когда они только появились их разбирали как бы первые попадают их себе ну как на сувенир сказать или ну первое время интересно эти денежки брали себе вот как мы взяли эти сто рублей крымские мы тоже их не хотим тратить и вот эти двести рублей откуда Дима двести рублей у тебя? от молочного зуба ну как от молочного зуб дал тебе двести рублей? фея дима на камеру уже не говорит такого а Марина подсказывает диме двести рублей дала фея за молочный зуб или мама до Ялты 70 до Ялты 70 осталось? хорошо и значит у феи тоже свободно в обращении ходят новые денежки А вы напишите в комментариях, были ли у вас уже новые денежки, либо еще до вас не дошли. Приносит ли вам их фея? Приносит ли вам фея какие-нибудь денежки? Или когда зуб сломается, пойдете и просто сами деньги отдаете, да, к стоматологу? В общем, спасибо за внимание. С вами, как обычно, Евгения Каландина. Про вязание не забываю, все-таки канал мой о рукоделии, поэтому если встречу какой-то магазинчик рукодельный, обязательно зайду, что-нибудь себе куплю интересно, или, может быть, там поснимаю. А так вся семья просит маму, чтобы связала она нам Крымский мост. Пока!